Она была суровой, совсем не ласковой с виду, не гламурной, не приторно любезной. У нее не было на это времени, да и желания не было, и происхождение подкачало. Просто она была. Всю жизнь, сколько помню, она работала. Много, очень много. Занимала всем сразу и прежде всего нами, оболтусами. Кормила как могла, ни трюфелями, ни лангустами, ни пармезаном с моцареллой. Кормила простым сыром, простой колбасой, завернутой в грубую серую оберточную бумагу. Учила, совала под нос книги, запихивала в кружки и спортивные секции. Водила в кино, на детские утренники по 10 копеек за билет. В кукольные театры, в тюз, позже в драму, в оперу и балет. Учила думать, учила делать выводы, сомневаться и добиваться. И мы старались, как умели, и капризничали, и воротили носы, и взрослели, уменели, мудрели, получали степень, ордена, звания, и ничего не понимали. Хотя думали, что понимали все. А она снова и снова отправляла нас в институты и университеты, в НИИ, на заводы, на стадионы, колхозы, в стройотряды, в далекие стройки, в космос. Она все время куда-то нацеливала нас, даже против нашей воли, брала за руку и вела, тихонько подталкиваясь сзади, потом махала рукой и уходила дальше, наблюдая за нами со стороны, издалека. Она не была благодушно показной и нарочито щедрой. Она была экономной, бережливой, не баловала бесконечным разнообразием заморских благ, предпочитала свое, домашнее. Но иногда, вдруг, нечаянно дарила американские фильмы, французские духи, немецкие ботинки или финские куртки. И часто, и немного. Зато все они были отменного качества. И кинокартины, и одежда, и косметика, и детские игрушки, как и положено быть подарком, сделанным близкими людьми. Мы дрались за ними в очереди, шумно, и совсем по-детски восхищались. А она вздыхала, молча. Она не могла дать больше, и потому молчала. И снова работала, строила, возводила, запускала, изобретала и кормила, и учила. Нам не хватало. И мы роптали. Избалованные дети, еще не знающие горя. Мы ворчали. Мы жаловались. Мы были недовольны. Нам было мало. И однажды мы возмутились. Громко и всерьез. Она не удивилась. Она все поняла. И потому ничего не сказала. Тяжело вздохнула и ушла. Совсем. Навсегда. Она не обиделась. За свою долгую, трудную жизнь она ко всему привыкла. Она не была идеальной, и сама это понимала. Она была живой и потому ошибалась. Иногда серьезно. Но чаще трагически. В нашу пользу. Она просто слишком любила нас. Хотя и старалась особенно это не показывать. Она слишком хорошо думала о нас. Лучше, чем мы были на самом деле. И берегла нас. Как могла. От всего дурного. Мы думали, что мы выросли давно. Мы были уверены, что вполне проживем без ее заботы и без ее присмотра. Мы были уверены в этом. Мы ошибались. А она нет. Она оказалась правой и на этот раз. Как и почти всегда. Но, выслушав наши упреки, спорить не стала. И ушла. Не выстрелив. Не пролив крови. Не хлопнув дверью. Не оскорбив нас на прощание. Ушла оставить нас жить так, как мы хотели тогда. Вот так и живем с тех пор. Зато теперь мы знаем все. И что такое изобилие. И что такое горе. Вдоволь. Счастливы мы? Не знаю. Но точно знаю, какие слова многие из нас так и не сказали ей тогда. Мы заплатили сполна за свое подростковое нахальство. Теперь мы поняли все. Чего никак не могли осознать незрелым умом в те годы нашего безмятежного избалованного детства. Спасибо тебе. Не поминай нас плохо и прости за все Советская Родина.